До 25 декабря. Этот вопрос сегодня задает каждый посетитель общественной бани на полевой. Слух о том, что ее должны закрыть, распространился среди пенсионеров быстро. Поэтому они торопятся попариться вдоволь. После Нового года уже не получится здание, которому почти полвека признано аварийным. Наружные кирпичные стены по осям 1 и 5 находятся в аварийном состоянии, а также железобетонные перемычки по оси 3. Плиты перекрытия техподполья и первого этажа находятся в недопустимом состоянии. Это официальное заключение экспертизы. Впрочем, и без бумаг видно, что кирпичная стена вот-вот рухнет, швы на окнах расходятся и внутри женской раздевалки. Помывочные дни просто опасны для жизни клиентов. Предприниматель Павел Патрахин признается, 20 лет поддерживал здание в рабочем состоянии как мог. Последний раз в общественной бане номер 5 косметический ремонт и замена коммуникаций были сделаны в 2005 году. Это не в силах нашего предприятия исправить. Нужно составить проектно-смертную документацию, согласовать ее и выполнить эти работы в течение двух месяцев. По условиям договора с администрацией, стоимость льготной аренды, это примерно 45 тысяч рублей, предприниматель обязан был произвести в здании плановый капитальный ремонт. Но этого не случилось. Безопасность эксплуатации здания на сегодняшний день не обеспечена. По истечении срока договора аренды 26 декабря 2016 года указанное строение будет принято в муниципальную казну, после чего будет проведено дополнительное обследование с целью принятия решения о дальнейшем его использовании. С этим решением предприниматель согласен. У нас больших претензий к городу нет. У нас же, видите, еще кроме всего прочего, в договорных наших обязательствах есть и ремонт капитальный текущий. У нас существует и условия, и обязанность мыть пенсионеров, отказывать льготу. Попариться в бане пенсионеры могли всего за 70 рублей. Для остальных тариф составлял 140. Впрочем, вторая баня этого предпринимателя на энергетиков. Все так же будет устраивать помывочные дни по льготной цене. А что будет с этим зданием, пока не ясно. Решение за его использованием остается за администрацией. Дарина Скорнякова, Антон Пригорнецкий, Евгений Проскуряков. Тюменское время.